Уровень жизни населения измеряется, как можно сравнивать уровень жизни населения разных стран или населения одной и той же страны в разные годы, и что может быть включено в уровень жизни помимо доходов населения и материального благополучия. В этой лекции мы постараемся ответить на эти вопросы и мы рассмотрим последовательно разные индикаторы уровня жизни, начиная с привычных и традиционных показателей доходов населения, уровня бедности и доходного неравенства, а также показатели материального благополучия и неденежных индикаторов благосостояния. И мы завершим эту лекцию обсуждением более нового и современного подхода к оценке уровня жизни, который включает также показатели субъективного благосостояния или удовлетворенностью жизни населением страны. Итак, мы начинаем с определений основных показателей уровня жизни и посмотрим, какова динамика этих показателей. Самое общее определение уровня жизни – это степень удовлетворенности потребностей населения. Естественно, чтобы удовлетворять потребности, нужны в первую очередь достаточные доходы. Поэтому традиционным, наиболее часто употребляемым в международной статистике и в разных странах мира показателем уровня жизни являются доходы населения. И они могут по-разному измеряться в зависимости от целей анализа, в зависимости от того, что мы сравниваем, какие периоды. Прежде всего, это доходы на душу населения с макроэкономической точки зрения, которые измеряются как валовый внутренний продукт в расчете на одного жителя страны. Этот показатель нам говорит о том, насколько в целом богатая страна, насколько в среднем один гражданин получает высокий или низкий доход. Эти доходы оцениваются в номинальном денежном выражении, и этот показатель используется для оценки уровня жизни. Другой подход – это показатели денежных расходов, которые могут использоваться также в номинальном выражении, и которые показывают, сколько денег тратит население. На самом деле, расходы не всегда равны доходам. Как мы понимаем, они отличаются на величину, с одной стороны, сбережений и, с другой стороны, кредитов, которые может брать население. Таким образом, доходы и расходы не всегда равны, и расходы могут точнее показывать уровень жизни в данный конкретный момент, когда люди тратят свои деньги для удовлетворения своих потребностей. И, наконец, есть показатели реальных доходов населения, которые учитывают индекс потребительских цен. Для того, чтобы сравнивать доходы в разные годы в одной и той же стране или в один и тот же год, но между разными странами, мы используем специальные индексы цен, которые позволяют это делать. Либо это индексы потребительских цен для доходов внутри страны, либо это доходы, которые оцениваются по паритету покупательной способности в долларах и сравниваются тогда между разными странами. Мы можем это делать. Итак, давайте посмотрим, какова была динамика реальных денежных доходов населения в России, начиная с 1991 года, когда Россия приступила к рыночным реформам. Вполне ожидаемо, в первые годы реформ доходы резко сократились. Реальные доходы, измеренные с учетом индекса потребительских цен, если мы берем за 100% в 1991 год, снизились первые годы реформ почти вдвое. Причем сначала это был, как вы видите, резкий обвал, а затем доходы продолжали плавно снижаться, и фактически их повышение началось только в начале 2000-х годов. Здесь мы наблюдаем резкий рост доходов. В этот период доходы росли очень быстрыми темпами, восстановились на прежнем уровне примерно в 2005-2006 году и продолжали дальше быстро расти. После чего наступил период стагнации, и в последние годы мы наблюдаем отрицательную динамику доходов. Тем не менее, если мы сравниваем сегодняшние реальные доходы в России с теми, которые были на пороге реформ, они примерно на 40% выше в реальном выражении с учетом изменившихся цен. Таким образом, мы наблюдаем в целом сначала падение и затем рост доходов населения. Есть более широкие трактовки уровня жизни, которые включают не только денежные доходы, но и удовлетворение материальных потребностей населения. Показатели удовлетворенности жизнью или субъективного благополучия включают не только материальные потребности, но и то, насколько в целом люди удовлетворены своей жизнью. Они могут включать и показатели обеспеченности медицинской помощью или образованием, они могут включать условия экологические, условия проживания в городе или в другом населенном пункте, где человек живет. В любом случае, эти показатели субъективного благополучия, они оцениваются на основе выборочных опросов населения. То есть людей спрашивают, насколько вы удовлетворены жизнью или насколько вы счастливы. Вопросы могут формулироваться по-разному, но смысл их один. Мы спрашиваем людей, насколько они удовлетворены, а не полагаемся на статистику, официальную статистику денежных доходов или материальной обеспеченности. Эти показатели позволяют дополнить картину, которую рисуют нам показатели доходов. В оценках уровня жизни очень часто встречается такой показатель, как бедность, бедность населения. Кажется, что этот показатель довольно простой, и тем не менее он не так прост, потому что возможны разные подходы к измерению бедности. Прежде всего, это абсолютный подход, который принят в частности в России, а также в США. Это подход, в рамках которого устанавливается так называемая минимальная потребительская корзина, то есть набор товаров, прежде всего продуктов питания, которые минимально необходимы человеку для выживания. Этот набор устанавливается экспертно, дополняется небольшим объемом товаров длительного пользования и услуг, прежде всего, жилищно-коммунальных и транспортных, и оценивается в текущих ценах. Таким образом, мы получаем прожиточный минимум населения или черту бедности, установленную с помощью абсолютного подхода. Прожиточный минимум может дифференцироваться по социально-демографическим группам населения. В России он дифференцирован по трем группам. Есть прожиточный минимум для несовершеннолетних детей, для трудоспособного населения и для населения в пенсионном возрасте. Кроме того, прожиточные минимумы различаются и существенно различаются по регионам за счет разницы региональных цен, поскольку все эти наборы оцениваются в тех ценах, которые действуют в регионе. Сами наборы потребительских товаров и услуг также различаются по регионам в силу различий, прежде всего, природно-климатических условий. Таким образом, мы имеем в России прожиточные минимумы, отдельные для каждого региона и внутри региона для трех возрастных групп. Другой подход к измерению бедности – это относительная бедность, которая предполагает, что мы устанавливаем черту бедности статистически. То есть мы измеряем распределение доходов в обществе, и от среднего медианного значения доходов мы берем либо 50, либо 40%, в некоторых странах 60% и называем это чертой бедности. Такой подход, в частности, применяется в большинстве западноевропейских стран. И понятно, что при этом подходе бедность, вообще говоря, неудалима, потому что мы не можем добиться абсолютно равномерного распределения доходов. Всегда будет где-то медиана, всегда будет от нее половина, и всегда будет определенная доля людей, живущая за этой чертой. Такой подход интересен тем, что он учитывает именно распределение доходов в обществе, как живет большинство людей, и от этого выводит черту бедности. И, наконец, есть такой интересный подход к измерению бедности, как субъективная бедность, когда людей спрашивают о том, как они ощущают себя. Ощущают они себя бедными или нет. То есть их просят поставить себя на определенную ступеньку доходной лестницы, допустим, от первой до девятой, где на первой стоят самые бедные, а на девятой – самые богатые. И человек ставит себя на определенную ступень, допустим, он говорит, что он на второй ступени или на четвертой. И при этом мы должны нормативным образом задать черту бедности, то есть сказать, что первая и вторая ступень – это бедные, а третья – уже не бедные. Или первая, вторая, третья – бедные, а четвертая – уже не бедные. Естественно, в зависимости от того, где мы проводим эту черту, мы получаем разные результаты. Но, как правило, субъективная бедность оказывается выше, чем бедность, измеренная по формальным индикаторам денежных доходов. Людям чаще свойственно ощущать себя бедными, особенно в ситуации высокого неравенства, когда их огружают другие члены общества с очень высокими доходами. Тогда, как правило, субъективная бедность оказывается выше. Вот индикаторы уровня бедности в России и в других странах мира, в частности, оценены с помощью так называемой международной черты бедности, которую применяет Всемирный банк. Всемирный банк считает бедными людей, которые живут на 2 доллара в день и меньше. И вы видите, что международная черта бедности и бедность, измеренная по национальным определениям, может существенно отличаться. И более того, она очень отличается между разными странами, в частности, именно из-за того, что страны применяют разные определения. Поэтому к этим показателям надо относиться с осторожностью. Итак, мы поговорили о бедности и рассмотрели основные показатели бедности. А в следующей части лекции мы обсудим другой показатель уровня жизни, также основанный на доходах, показатель неравенства денежных доходов населения. Ещё один очень популярный индикатор уровня жизни, который также опирается на статистику денежных доходов населения, это показатель неравенства денежных доходов. Неравенство денежных доходов может измеряться по-разному. Наиболее известный измеритель – это так называемый коэффициент Gini. Коэффициент Gini, предложенный итальянским статистикам и математикам Carado Gini, который используется для оценки неравенства в самых разных сферах, но чаще всего именно для оценки неравенства в денежных доходах. Смысл этого индикатора в том, что он показывает, насколько реальное распределение доходов в обществе отклоняется от так называемого абсолютного равенства. Если мы представим себе, что в обществе все его члены получают абсолютно одинаковые доходы, коэффициент Gini будет равен нулю или 0%. Если мы представим себе другую гипотетическую ситуацию, то, что в обществе есть один человек, который получает весь совокупный доход, а все остальные имеют нулевые доходы, тогда коэффициент Gini равен 1 или 100%. Понятно, что обе эти гипотетические ситуации нереальны. На самом деле, как правило, в обществе этот коэффициент меняется от 20 с чем-то до 50-60%. Чем больше величина коэффициента, тем больше неравенства в экономике. Этот коэффициент удобен тем, что он является безразмерным, он не зависит от абсолютной величины доходов, и поэтому он может использоваться для сравнения как во времени, так и в пространстве. В рамках одной страны в течение нескольких лет или месяцев мы можем сравнивать, как меняется неравенство. И между странами, между разными странами мира мы также можем сопоставлять неравенство с помощью этого коэффициента. Другой измеритель, несколько менее популярный, но тоже часто встречающийся в экономике, в статистике, это так называемый коэффициент фондов, который показывает, насколько отличаются доходы самой богатой части населения, 10% или верхнего децеля, по доходам от доходов самого нижнего децеля, 10% самого бедного населения. Средний доход верхнего децеля делится на средний доход нижнего децеля, и мы получаем таким образом фондовый коэффициент. Он измеряется, как правило, в разах и также является безразмерным показателем. Вот если мы посмотрим на эту таблицу, здесь представлены у нас данные по коэффициентам Gini в разных странах мира. Это данные Всемирного банка из базы World Development Indicators. Они показывают нам, в частности, что коэффициент неравенства меняется в зависимости от того, о какой стране мы говорим. Как правило, тенденция такая, что в странах с патерналистской экономикой, в странах, где государства перераспределяют значительную часть ВВП через государственный бюджет, неравенство доходов ниже. Мы видим в этой таблице пример таких стран. Это скандинавские страны традиционно. Здесь есть Швеция, здесь есть Норвегия и Нидерланды ближе к ним тоже по этому показателю. И наоборот, в странах развивающихся экономик, в странах, где государство менее развито и где оно меньше перераспределяет, уровень неравенства всегда выше. Мы видим здесь в этой таблице страны Латинской Америки, Мексика, Аргентина. Мы видим здесь Гана, как представитель африканских стран с очень высоким неравенством. Россия, как видно в этой таблице, попадает где-то примерно в середину. Россия – страна с не очень высоким, но и не низким неравенством, примерно средним. Вместе с тем, к этим цифрам надо относиться с определенной осторожностью, потому что неравенство измеряется во многих странах по-разному. Прежде всего потому, что для измерения неравенства очень трудно оценить доходы самой высокодоходной группы населения. Неравенство оценивается на основе опросов домохозяйств, которые отвечают о своих доходах и расходах. И в этих опросах, как правило, не участвуют самые богатые члены общества. И есть специальные техники для того, чтобы дооценивать доходы этих людей с помощью налоговой статистики, с помощью статистики покупки дорогой недвижимости или валюты. И надо понимать, что результирующие оценки, они, в общем, могут сильно разниться в зависимости от используемых методик. Поэтому к этим цифрам надо относиться с определенной осторожностью. Этот слайд демонстрирует, как менялись уровни бедности и доходного неравенства в России с началом рыночных реформ. И в частности, как соотносятся эти два показателя. Мы видим, что в 1991 году, когда Россия только приступила к рыночным реформам, уровень бедности был невысок, всего 4%, а коэффициент жизни, 26%, делал Россию близкой к странам Западной Европы. Теление термин «уровень жизни» неудивительно, поскольку Россия произошла из СССР, где был высокий уровень перераспределения доходов. Но мы видим также, что вот уже в 1995 году доля бедного населения увеличилась почти до 25%, и резко вырос коэффициент джинни и фондовый коэффициент, то есть возросло неравенство. Это вполне естественный процесс, поскольку мы наблюдали выше на графике, что реальные доходы в эти годы очень существенно снизились. Падение доходов привело к увеличению доли бедных, и одновременно появились люди, которые владели собственностью, которые начали предпринимательскую деятельность, и рост вот этих видов доходов, предпринимательского дохода, доходов от собственности, неминуемо привел к увеличению неравенства. Но мы видим также, что дальше, последующие годы, бедность и неравенство не всегда идут рука об руку. Есть годы, когда они растут одновременно, есть годы, когда бедность растет, а неравенство падает. То есть вообще говоря, это разные показатели, это не одно и то же. Тем не менее, общая тенденция бедности вполне соответствует тенденции реальных денежных доходов. Когда они резко падают, бедность растет. И вот уже в середине 2000-х годов, когда мы наблюдаем серьезный рост реальных доходов населения, бедность начинает снижаться вполне предсказуемо. И сейчас составляет уже 12-13% населения. Не такой высокий показатель, который был в начале, в середине 90-х годов. Чтобы понимать, откуда происходит бедность и доходное неравенство, надо прежде всего выяснить, из чего состоят денежные доходы населения, каковы их составляющие, какова их структура и какова динамика этой структуры. Прежде всего, мы можем разделить все доходы населения на две большие группы, а именно рыночные и нерыночные доходы. Рыночные доходы – это все доходы, которые получает человек от тех ресурсов, которыми он обладает. И, соответственно, обладанию этими ресурсами он получает определенный доход на рынке. Вот здесь представлены слева рыночные доходы, среди которых прежде всего это заработки, то есть это доход, который приносит человеку его человеческий капитал. Человеческим капиталом мы называем возможности, умения, квалификации, навыки человека, которые зависят в том числе от его образования, производственного опыта. Это все, что дает ему возможность быть работником на рынке труда и получать оплату своего труда или заработок. Помимо этого, есть другие элементы капитала. Это капитал физический, это капитал финансовый. И те люди, которые обладают этими элементами капитала, могут, соответственно, получать на рынке доходы от предпринимательской деятельности, если они являются предпринимателями, и доходы от собственности, среди которых акции, облигации, банковские вклады, недвижимость, все это может также человеку приносить определенные доходы. Это рыночные доходы. Помимо них существуют нерыночные доходы. Вот здесь справа они на слайде обозначены. И нерыночные доходы – это прежде всего государственные социальные трансферты. Это привычные нам виды социальных выплат, такие как пенсии, пособия, стипендии, разные другие выплаты и льготы в натуральном выражении, которые также могут быть дооценены в денежном выражении и тоже составляют наши доходы. Это также могут быть поступления от частных лиц или от НКО, ни государственных, ни коммерческих организаций, но этот источник совсем не такой большой, как государственные социальные трансферты или выплаты. В большинстве современных экономик максимальную долю в совокупных доходах населения всегда составляет оплата труда. Это неудивительно, потому что человеческим капиталом обладает практически любой человек, и примерно половина, а в некоторых странах и больше половины взрослого населения трудятся на рынке труда, как наемные работники, и, соответственно, получают заработки. Другие составляющие рыночных доходов, это доходы от собственности и доходы от предпринимательской деятельности, могут занимать большую или меньшую долю в совокупных доходах населения в зависимости от фазы экономического цикла, идет подъем или идет спад, в зависимости от развития тех или иных институтов в экономике, в обществе и от сложившихся рыночных отношений, от того, насколько развит рынок в том или ином государстве. И, наконец, социальные трансферты. Это тоже очень важный источник совокупных денежных доходов населения, и его доля зависит, в частности, и от объема и динамики рыночных доходов, потому что социальные трансферты в определенной степени компенсируют недостаток рыночных доходов для определенных групп семей или индивидов, зависит от демографической структуры населения, сколько в обществе пожилых людей, которые должны получать пенсию, сколько в обществе детей, на которых часто государство платит пособие. И также социальные трансферты зависят от фазы экономического цикла, но зависят и от, собственно, нормативных установок государственной социальной политики. Давайте посмотрим, как складывалась структура доходов населения в России с начала рыночных реформ. Вот здесь мы видим действительно серьезные изменения в этой структуре, потому что в самом начале, в 1990 году, с которого начинается этот график, у нас максимальную долю доходов, ну, собственно, как и позже, составляла оплата труда, но она составляла почти 75% от совокупных доходов населения. И достаточно большая доля была социальных выплат, и практически не было доходов от предпринимательской деятельности, от собственности. Они составляли в совокупности около 3%, поскольку в конце 80-х годов, в годы Горбачевской перестройки, было уже разрешено вести индивидуальную предпринимательскую деятельность, но это были в основном кооперативы, это были мелкие предприниматели, и, конечно, больших доходов у них не было. Дальше, по мере развития рыночных реформ, мы видим серьезное увеличение доли доходов от предпринимательской деятельности. Они достигли своего максимума в 1995 году, действительно развивалась предпринимательская активность, и одновременно возрастали доходы от собственности. И тот, и другой вид доходов возрастали, и, соответственно, доля доходов от отплаты труда сокращалась, вытеснялась этими другими видами доходов. Однако дальше, по мере того, как экономический рост, быстрый экономический рост прекратился, мы видим, что опять происходит изменение структуры доходов. И, в частности, в последние годы, уже в 2010 году, в 2017 на этом графике, мы видим увеличение, существенное увеличение доли социальных трансфертов. Опять увеличивается доля заработной платы, существенно снизились доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности. И социальные трансферты заместили выпадающие доходы, то есть их доля сегодня практически такая же, как была в постсоветской России в первые годы реформ. Социальные трансферты сегодня занимают даже большую долю, чем они занимали в 1990 году. Давайте посмотрим теперь, как формируется доходное неравенство и какие факторы его определяют. Мы рассмотрим неравенство заработков и неравенство трансфертов как основные факторы, формирующие неравенство. Но прежде всего давайте обратимся еще раз к схеме, которая показывает нам, как собственно формируется совокупный доход семьи. Важно понимать, что когда мы оцениваем неравенство денежных доходов населения, конечный показатель, который мы рассматриваем, это совокупный денежный доход семьи на душу. То есть мы должны понять, из чего складывается этот совокупный денежный доход, почему у разных семей он разный, и почему мы получаем разные среднедушевые денежные доходы, которые так существенно отличаются между самыми бедными и самыми богатыми. Итак, прежде всего, люди получают определенные рыночные доходы, среди которых, как мы уже сказали, заработки на рынке труда, которые зависят от ставки заработной платы, которые получает работник, и от того, какие часы он работает. Работает он полный рабочий день, полную рабочую неделю, или он работает, как мы говорим, на полставки, или наоборот, он работает на двух работах, то есть имеет вторичную занятость. В зависимости от этого заработок его будет выше или ниже. Кроме того, есть другие рыночные доходы, как мы уже говорили, это возможные доходы от предпринимательской деятельности или от собственности. Они есть не у всех, поэтому в каких-то семьях есть такой источник дохода, в других семьях его нет. И эти доходы, естественно, тоже очень сильно дифференцированы в зависимости от того, какой собственностью обладают члены этой семьи, в зависимости от того, какая предпринимательская деятельность ими ведется, если она есть. Итак, откуда берется неравенство? Прежде всего, совокупный доход домохозяйства зависит от рыночных доходов и зависит от заработной платы, потому что заработная плата – это самая серьезная составляющая рыночного дохода. То есть есть большое число факторов – это зарплата, это предпринимательский доход, это социальные трансферты. И в зависимости от доли членов домохозяйства, имеющих или не имеющих самостоятельный доход, эта семья может получать социальные трансферты в большем или меньшем объеме. Есть в семье дети, есть в семье пенсионеры, соответственно, семья будет получать трансферты. Они могут зависеть таким образом и от статуса занятости разных членов семьи и от того, сколько в этой семье иждивенцев. Тем не менее, поскольку оплата труда, как мы уже видели выше, составляет большую часть в совокупных доходах домохозяйств, именно она является главным дифференцирующим фактором денежных доходов. То есть в зависимости от того, как меняется зарплата, меняются и среднедушевые денежные доходы. Как правило, эти тенденции более или менее одинаковы, если мы смотрим их в динамике. Соответственно, в свою очередь, заработная плата может очень серьезно дифференцироваться и по видам деятельности или отраслям, как мы раньше говорили, экономике, и по регионам страны. Кроме того, на микроуровне зарплата отдельного работника или заработок отдельного работника зависит от его возраста, стажа работы, образования, позиции должностной, то есть от многих других характеристик. И эти все характеристики тоже дифференцируют заработную плату. Вот только для примера мы можем посмотреть, как отличались заработные платы в экономике, в среднем по экономике и для отдельных отраслей экономики. В 2018 году, в ноябре, мы видим, что средняя по экономике равна примерно 43 тысячи рублей, тогда как заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа составляла больше 100 тысяч. И наоборот, в образовании заработная плата 35 тысяч, что ниже, чем в среднем по стране. Разрывы очень большие, самая низкая заработная плата традиционно в сельском и лесном хозяйстве, самые высокие заработки у нас в нефтяной отрасли, в финансах. И точно так же мы можем видеть очень существенные различия в заработных платах по регионам, опять при той же средней, около 43 тысяч. Мы видим, что есть регионы, например, Магаданская область, где средняя заработная плата больше 100, и есть регионы Алтайский край, Саратовская область, где средняя заработная плата 26. Таким образом, вот эти региональные и отраслевые различия заработков трансформируются в неравенство денежных доходов семей, поскольку основные доходы в семьях это именно заработная плата. Наконец, помимо заработков, размер и состав семьи, ее демографические характеристики, как мы уже говорили, во многом определяют получение или не получение социальных трансфертов от государства, видов этих социальных трансфертов, их размеров. И вот эти государственные социальные трансферты, они также могут очень серьезно дифференцировать доходы между семьями, особенно семьями, не получающими заработков от рынка труда или получающими очень низкие зарплаты. Например, наличие членов семьи, достигших пенсионного возраста, однозначно говорит о том, что в этой семье будут получать пенсии. Наличие детей разных возрастов означает, что эта семья имеет право на получение пособий на ребенка или так называемых семейных пособий. Наличие трех и более детей означает, что семья будет получать специальные пособия или льготы, положенные многодетным семьям и так далее. То есть социальные трансферты при прочих равных условиях могут сглаживать доходы, увеличивая доходы тех семей, чьи рыночные доходы невысоки. Вот давайте посмотрим, что происходит с социальными трансфертами на примере выплат домохозяйствам, имеющим детей. В принципе, все домохозяйства, имеющие несовершеннолетних детей, имеют право на детские пособия, если их доходы невысоки. И мы видим по этим статистическим данным, что действительно домохозяйство, имеющее двух, трех и более детей, как правило, находится в худшем положении по величине своих среднедушевых денежных доходов по сравнению с теми домохозяйствами, которые не имеют детей или имеют одного ребенка. Вместе с тем, среди всех домохозяйств в России детей примерно 32%. И одновременно среди малоимущих домохозяйств имеют детей 79%, что говорит о том, что риск бедности возрастает при наличии детей в семье. Это значит, что социальные трансферты недостаточно выравнивают доходы, потому что наличие социальных трансфертов, тем не менее, не предотвращает ситуации, когда семьи с большим числом детей получают суммарные доходы ниже, чем семьи, имеющие одного ребенка или не имеющие детей. Помимо показателей денежных доходов населения и их структуры, неравенства доходов, бедности, существуют и другие индикаторы, которые тоже могут помочь оценить уровень жизни населения. Это в первую очередь структура расходов населения и владения имуществом. У человека есть разные потребности, и в зависимости от того, каков его уровень дохода, он удовлетворяет те или иные из них, в первую очередь, а другие потребности потом. Принято считать, что основные потребности человека – это потребности в пище, в одежде, в крови над головой. И поэтому доля расходов на продукты питания считается одним из показателей уровня жизни. Если у человека низкий доход, то он волей-неволей большую его часть тратит просто на еду и на какие-то минимальные потребности, услуги или товары длительного пользования. По мере роста дохода люди, как правило, большую долю своих расходов начинают тратить на товары длительного пользования, на услуги, на предметы роскоши. И по этим долям мы можем судить о том, насколько бедна или богата та или иная семья и насколько бедна или богата та или иная страна. Давайте посмотрим на структуру использования денежных доходов в России, как она складывалась и как она менялась в динамике, начиная с начала 90-х годов. Вы видите, что на рубеже рыночных реформ в 1991 году у нас определенная часть расходов, достаточно большая, порядка 60 с небольшим процентов, шла на покупку товаров и оплату услуг. Большая доля денежных средств расходовалась населением на сбережения, то есть инвестировалась. Достаточно большая доля денег, которые поступали домохозяйством, шла на прирост денег на руках у населения. Так называют эту статью Росстат. Это означает буквально, что люди наличные деньги хранили дома, под подушкой, как мы говорим. Когда начались рыночные реформы и случился обвал реальных денежных доходов населения, структура расходов, как вы видите, радикально изменилась. Мы видим, что уже в середине 90-х годов, во-первых, увеличивается доля расходов на товары и услуги, что говорит о растущей бедности, безусловно. Резко сокращается доля сбережений. Это вызвано было, в частности, еще и тем, что в период высокой инфляции люди не доверяли деньги банкам, реальный процент мог оказываться отрицательным с учетом высокой инфляции. И поэтому значительную долю своих доходов население стало вкладывать в валюту. Вы видите здесь вот этот кусок на графике фиолетовой, который показывает резкое увеличение доли покупки валюты. То есть население вместо того, чтобы нести деньги в банки и вместо того, чтобы хранить их дома в рублях, покупало валюту. Это были доллары тогда. И это был некий такой механизм сохранения денежных средств, который фактически заменил официальные сбережения. Дальше мы видим, что по мере экономического роста в середине 2000-х годов доля расходов на покупку товаров и оплату услуг снижается вполне предсказуемо. И опять начинает расти доля сбережений. То есть ситуация в некоторой степени нормализуется. Доля денег, которая идет на покупку валюты, уменьшается и стабилизируется на невысоком уровне. И прирост денежных средств на руках у населения, то есть рублевой массы, также сокращается. То есть здесь ситуация выравнивается, но одновременно мы видим, что уже в середине 2010-х годов у нас снова увеличивается доля расходов на покупку товаров и оплату услуг, что означает некоторый рост бедности, который, собственно, мы наблюдали и выше, когда видели индикаторы бедности. Точно так же структуру использования денежных средств можно сравнивать между отдельными группами населения и видеть, как эта структура отражает бедность или богатство. Здесь на этом слайде для примера представлены расходы бедных и богатых групп населения нижнего децеля. Первый децель – это самая бедная 10-процентная группа населения. И десятый децель – самая богатая 10-процентная группа населения. Мы видим, как существенно здесь различаются расходы. В первую очередь расходы на питание, которые у бедных составляют почти половину – 48 процентов, а у богатых составляют значительно меньше. И наоборот, расходы, скажем, так называемые транспортные расходы, которые включают в том числе покупку транспортных средств, то есть автомобилей, в богатых семьях в разы превышает расходы в бедных семьях. В богатых семьях также выше расходы на культуру, на разного рода развлечения, гостиницы, рестораны. В бедных семьях эти расходы составляют мизерную долю. То есть мы видим по этим структурам, мы не видим абсолютных значений доходов в денежном выражении, но структура нам говорит о том, что бедные тратят больше на питание, а богатые тратят больше на необязательные статьи расходов. Это тоже один из показателей уровня жизни. Интересно посмотреть на Россию в этом смысле, в контексте международных сопоставлений. Если мы поглядим, какая доля тратится населением России в целом на продукты питания, это 23%, и сравним эту долю с другими странами, мы видим, что она выше не только по сравнению, скажем, с Германией или Великобританией здесь в этой таблице, но и с Польшей и Латвией теми странами, которые ближе к России по уровню развития. И наоборот, в России меньше доли расходов на отдых и культуру. Это всего 5% по сравнению с развитыми странами, где эта доля ближе к 10%. Вот еще группа стран, с которыми можно сравнить Россию. вы видите, что примерно сопоставимые расходы на питание доля их в Румынии и выше только в Албании из тех стран, которые приведены в этой таблице. И наоборот, расходы на здравоохранение, расходы на отдых и культуру в этих странах намного выше, чем в России. Еще один показатель уровня жизни, который также может использоваться для оценки благосостояния в стране, это владение имуществом. Дело в том, что методологически важно различать понятие текущих доходов и накопленного богатства. Когда мы оцениваем среднедушевые денежные доходы, мы берем их за какой-то период. Будь то месяц, будь то год, но это не очень длительный период. Вместе с тем, в разных семьях, в разных домохозяйствах может быть разный уровень накопленного имущества. И доходы по каким-то причинам в какой-то определенный период могут быть достаточно низкими, но домохозяйство обладает, допустим, жильем, может быть, даже вторым жильем, автомобилем, мебелью, бытовой техникой и так далее. И наоборот, у другого домохозяйства в каком-то периоде могут быть высокие доходы, но это может оказаться случайным. И наоборот, у этого домохозяйства нет регулярных высоких доходов для покупки товаров длительного пользования, не говоря уже о жилье. Таким образом, для полной оценки уровня жизни недостаточно только показателей доходов или расходов, а нужны еще и показатели обеспеченности материальными благами. И в первую очередь это, конечно, жилье. Жилье – важнейшее благо в жизни человека. И мы видим на статистических данных, что обеспеченность жильем растет, растет строительство квартир, как мы видим на этом графике, хотя не так быстро за счет средств населения, а в основном за средств государства, но одновременно мы фиксируем такую тенденцию, что доля людей, которые стоят в очереди на улучшение жилья, фактически не уменьшается. Не больше 5-6% в год получают жилье от государства, те, кто называются очередниками. И кроме того стоит проблема качества жилья, потому что по сравнению с развитыми странами в России средние показатели качества жилья очень низкие. Почти 20% жилья не имеют водопровода и не имеют санузла со сливной канализацией. Это, конечно, очень низкие показатели. Вот эта таблица показывает нам уровень владения материальным имуществом, товарами длительного пользования в расчете на 100 семей в динамике 2016-2002 году. И мы видим, что здесь практически по всем показателям доля накопленного имущества в российских семьях растет. Это особенно очевидно на примере автомобилей и персональных компьютеров, потому что здесь действует эффект низкой базы. Мы начинали в 90-е годы с того, что легковые автомобили были роскошью в российских семьях, а персональных компьютеров скорее всего не было вовсе. Поэтому сегодня мы имеем достаточно быстрый рост по этим показателям. И в целом показатели накопления имущества год от года растут, что говорит о растущем уровне жизни российского населения. помимо материальных показателей уровня жизни в последние годы все чаще для его оценки используются также дополнительно такие показатели, здоровье, доступность медицинской помощи и образование. Это также очень важные блага в жизни человека и доступность этих благ часто не зависит от показателей среднедушевых доходов тех или иных семей, поскольку эти блага предоставляются государством, мы называем их общественными благами. И результатами становится уровень здоровья населения, уровень образования, которые могут оцениваться и сравниваться между собой и в динамике и между разными странами. Если мы говорим о здоровье населения, традиционные показатели здоровья это показатели заболеваемости, которые предоставляет Росстат, это показатели медицинской статистики и рассчитывается заболеваемость в расчете на 10 тысяч населения по отдельным классам заболеваний. Однако это не очень надежный показатель, поскольку заболеваемость предоставляется медицинской статистикой, то есть самими учреждениями здравоохранения и таким образом она показывает нам на самом деле сколько людей обращается в медицинские учреждения и проходит обследование и получает тот или иной диагноз. Чем больше людей пришло, тем больше будет заболеваемость и наоборот. Поэтому понятно, что заболеваемость на самом деле зависит от доступности медицинской помощи и в разных регионах эта доступность разная. Живет человек в городе или он живет в сельской местности, живет он в урбанизированном регионе или в регионе с большой пространственной протяженностью, где трудно добраться до большого города, где есть медицинские центры. И, соответственно, разные уровни заболевания мы получаем просто потому, что обеспеченность медицинскими учреждениями не одинаковая, неравномерная. В разных странах мира и в России тоже используют для оценки здоровья показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении. Этот показатель фактически является синтетическим, потому что он отражает сложившиеся уровни смертности в разных полувозрастных группах, от разных заболеваний, от разных причин. И эти сложившиеся уровни смертности как раз и определяют ожидаемую продолжительность предстоящей жизни при рождении каждого следующего поколения. Таким образом, мы видим вот на этом графике, как менялась ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в России, и мы видим, что в первые годы после реформ она очень резко снизилась. практически одновременно с обвалом реальных доходов населения произошло резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни за счет увеличения смертности. Это была прежде всего смертность от внешних причин, в том числе от причин, связанных с алкоголем, и мы видим, что именно в первые годы произошло такое резкое падение, которое отбросило Россию назад по этому показателю по сравнению со всеми странами развитыми, Западной Европы, Америки и в том числе странами Восточной Европы. В последующие годы начался рост этого показателя, но вы увидите, что рост сменился тоже в какой-то момент небольшим спадом и стагнацией, и очень долго показатели держались на достаточно низком уровне, особенно у мужчин. Мы видим, что у мужчин ожидаемая продолжительность жизни намного ниже, чем у женщин, и только начиная с середины 2000-х годов. Эти показатели выровнялись и начали снова расти, но вот это резкое снижение в начале 90-х годов, оно отбросило Россию по этому показателю назад, и сейчас он восстанавливается достаточно медленно. Еще один способ оценивать здоровье населения, это тоже известный в мировой практике способ, оценки с помощью опросов. Это так называемая самооценка здоровья, когда респондентов в рамках репрезентативных опросов населения спрашивают, какое у вас здоровье. Например, в ходе опроса российского мониторинга экономического положения здоровья семьи неувшая задает такой вопрос, и на него есть пять вариантов ответа. Здоровье очень хорошее, хорошее, среднее, плохое и очень плохое. Вот если мы объединим ответы плохое и очень плохое, хорошее и очень хорошее в отдельные группы, то мы получим три варианта ответов, и вы видите здесь, как менялись ответы респондентов в 2014 году по сравнению с 94, за 20 лет даже чуть больше, мы видим, что действительно существенно увеличилась доля людей, которые сами оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее, и наоборот снизился процент тех, кто отвечает, что здоровье у них плохое и очень плохое, то есть по самооценкам населения здоровье его за эти годы улучшалось, что также соответствует и росту денежных доходов и в целом улучшению уровня жизни. Второй показатель в этой группе нематериальных, неденежных индикаторов уровня жизни это охват населения образования. Этот показатель показывает процент или долю численности населения в возрасте официально соответствующим данному уровню образования, которые в данный момент охвачены этим уровнем образования фактически. Вы видите, в некоторых странах и в некоторые годы этот процент оказывается больше ста. Это означает, что на соответствующей ступени образования учатся дети, которые формально не соответствуют вот этому официально установленному возрасту. например, если ребенок идет в школу раньше, чем полагается в первый класс, то он попадает вот в эти проценты и оказывается, что их 103, скажем, как в России в начальном образовании, просто потому, что этот ребенок не входит в соответствующую возрастную группу. Вы видите, что если сравнивать Россию с другими странами, на самом деле у нас очень хороший охват высшим образованием. Именно этим отличается Россия в постреформенные годы, поскольку образование у нас сейчас действительно получает значительная часть населения, и высшее образование доступно не только в форме бюджетных мест, но и в форме коммерческого образования. И численность студентов за 90-е годы очень резко увеличилась в нашей стране. Сегодня мы имеем охват высшим образованием 84%, что в сравнении с другими странами, даже с похожим уровнем развития ставят Россию на достаточно высокие места. Вы видите здесь, вот в этой таблице, если сравнивать Россию с такими странами, как Великобритания или Франция, доля молодых людей, которые получают высшее образование, выше в России. И это выводит Россию вперед, в частности, при международных сопоставлениях, когда рассчитывается так называемый индекс человеческого развития. Индекс человеческого развития, HR или HDI, Human Development Index, это такой синтетический показатель, который используют Организации Объединенных Наций для сравнения между собой уровня жизни в разных странах мира. В этот показатель входит три компонента. Во-первых, это доходы, то есть валовый внутренний продукт на душу населения в долларах по паритету покупательной способности на соответствующий год. Это индекс образования, который учитывает среднюю ожидаемую продолжительность образования, и показатель здоровья именно средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, о котором я уже говорила. Вот с учетом этих трех компонентов формируется синтетический индекс, и по величине этого индекса Россия устойчиво входит в группу стран с очень высоким индексом человеческого развития. Но надо сказать, что в этой группе она тем не менее пропускает вперед себя многие страны Восточной Европы и страны Балтии в первую очередь именно потому, что у нас все еще относительно низкая ожидаемая продолжительность жизни. То есть по образованию мы многие страны опережаем, а вот по ожидаемой продолжительности жизни наоборот мы отстаем. В результате по совокупному индексу мы находимся в первой группе, но где-то в конце этой первой группы. Мы рассмотрели материальные и нематериальные индикаторы уровня жизни, а теперь давайте посмотрим на еще один подход, который в последние годы становится все более и более популярным среди ученых, среди политиков, а также и в статистике. Это подход со стороны субъективного благополучия, подход, который оценивает субъективную удовлетворенность жизнью. Дело в том, что показатели благосостояния, традиционно применяемые в статистике, в экономике и прежде всего показатели денежных доходов не всегда однозначно, не всегда точно определяют, насколько люди сами чувствуют себя благополучными. То есть оценки людей, когда их спрашивают об их благосостоянии, об их субъективном благополучии, могут расходиться с показателями официальной статистики. Еще в 1974 году американский экономист Ричард Истерлин обнаружил, что показатели счастья дифференцируются между людьми и между странами в соответствии с денежными доходами. Действительно, те, кто богаче, как правило, чувствуют себя субъективно лучше. Однако, эти показатели не меняются практически в динамике с ростом доходов. Этот факт назвали в экономике парадоксом Истерлина. И с тех пор экономисты активно изучают так называемую экономику счастья и пытаются выделить факторы, которые влияют на субъективное благополучие людей. Если мы хотим оценить субъективное благополучие и каким-то образом включить его в нашей оценке уровня жизни, нам нужно для этого опираться на данные социологических опросов. Сегодня таких опросов достаточно много и в частности российский мониторинг экономического положения и здоровья населения, который проводят неувшие регулярно, ежегодно, включает в себя такой вопрос. Респондента спрашивают о том, насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время. И респондент может дать один из денежных доходов. Полностью удовлетворен, скорее удовлетворен и да и нет. То есть средний уровень не очень удовлетворен или совсем не удовлетворен. Если мы придадим этим ответом соответствующие значения, скажем, совсем не удовлетворен единица, а полностью удовлетворен пять, то мы получим значение субъективного благополучия по стандартной пятибальной шкале, как отметки в школе, и можем посмотреть, как меняется субъективное благополучие российских граждан по годам, как оно меняется с возрастом и в зависимости от разных других факторов. В частности, вот такие оценки были сделаны на данных российского мониторинга экономического положения здоровья населения. Здесь представлены на этом графике для примера только три года, начиная с 2000-го и до 2012-го, и показаны, как менялись субъективные оценки людей своего собственного благополучия в зависимости от возраста. Красными линиями обозначены женщины, а синими линиями мужчины. Здесь видно совершенно отчетливо, что, во-первых, субъективное благополучие или счастье человека снижается с возрастом постепенно от самых молодых лет к средним и зрелым, и только после этого уже в пожилом возрасте начинает возрастать и у мужчин и у женщин. У мужчин, как правило, субъективное благополучие выше, чем у женщин. Это тоже видно. И также видно, это важный вывод на этих графиках, что начиная с 2002 по 2012 год, и на самом деле во все промежуточные годы, они здесь не представлены за неимением места, средний уровень субъективного благополучия год от года возрастает. То есть эти графики сдвигаются снизу вверх, по вертикальной шкале мы откладываем индекс благополучия, который может меняться от единицы до пяти. Как я уже говорила, мы видим, что субъективное благосостояние российских людей растет. Мы можем посмотреть на динамику субъективного благополучия в России также с использованием других данных. Это данные широкого социологического опроса, ценностей World Values Survey, в котором участвовало много стран мира, в том числе и Россия в некоторых волнах, и не во всех волнах опроса, но в трех из них, где участвовала Россия, задавался респондентам вопрос, счастливы ли вы. На этот вопрос респонденты могли ответить очень, вполне, не очень или совсем нет. И вы видите, что по годам оценки в России улучшаются. Людей, которые оценивают свое счастье высоко, становится все больше и больше, их всего 6% в первой волне в 95-99 году. И это неудивительно, потому что мы видели, что именно в эти годы снижались реальные доходы, увеличивалось неравенство, росла бедность населения. А дальше по годам доля тех, кто отвечает очень растет до 15%, доля тех, которые отвечают вполне счастлив, также увеличивается и, соответственно, снижается доля тех, кто считает себя несчастным. Это же обследование позволяет нам посмотреть на место России в сопоставлении с другими странами мира. Вот на этой таблице выбраны для сравнения с Россией еще 4 страны, две из них это страны с развитыми рыночными экономиками, Швеция и США, чтобы понимать, США страна с либеральной экономикой, и Казахстан и Польша как представители постсоциалистических государств, Казахстан бывшая республика СССР и сейчас страна входящая в СНГ, и Польша как страна Восточной Европы бывшая страна социализма. Мы видим, что во всех этих странах доля людей, которые говорят, что они очень счастливы, существенно выше, чем в России, и доля тех, кто называет себя вполне счастливыми, либо выше, либо примерно такая же, что означает, что Россия занимает не лучшую позицию в числе других стран мира по субъективному благополучию, хотя мы видели, что по годам оно постепенно возрастает. Подведем заключение этой лекции. Итак, мы видели, что в российской экономике рыночные реформы привели к обвальному падению доходов населения в начале и в середине 90-х годов, затем доходы начали быстро расти и в последние годы стабилизировались и несколько сократились. Мы видели также, что начало 90-х годов ознаменовалось очень быстрым ростом бедности и доходного неравенства. Доходное неравенство колеблется по годам, а бедность также колеблется в соответствии с динамикой реальных денежных доходов населения. Она выросла резко в начале 90-х годов, затем она сокращалась с ростом реальных денежных доходов. Сегодня мы имеем уровень бедности порядка 13%, достаточно стабильный. Мы видели также, что в структуре доходов населения ведущая роль отводится заработкам, и поэтому заработок является основным дифференцирующим фактором денежных доходов. Заработки в разных сферах деятельности экономики, заработки в разных регионах могут отличаться в разы, и поэтому они существенно дифференцируют итоговые доходы. Мы также видели, что роль социальных выплат, социальных трансфертов государства в структуре денежных доходов населения возрастала в последние годы. Эта роль достаточно высока, но вместе с тем эти доходы, трансфертные доходы, не позволяют пока достаточно сглаживать бедность и неравенство. В частности, остается высоким риск бедности семей с детьми, которые имеют право на получение социальных выплат. Для российского населения в целом характерна структура расходов бедной страны. Мы большую долю своих доходов по-прежнему тратим на продукты питания. Эта доля расходов выше по сравнению не только с развитыми рыночными экономиками, но даже и со многими странами с таким же уровнем развития, как в России. У нас по-прежнему невысокая доля сбережений, хотя в последние годы они несколько выросли. Растет обеспеченность населения товарами длительного пользования, имуществом, однако, если говорить о жилье как о главном благе материальном в жизни человека, мы должны констатировать, что обеспеченность жильем пока у нас недостаточная и доля людей, которые не могут приобрести жилье за собственный счет из-за его высокой цены и из-за низких доходов, по-прежнему высока и высока доля тех, кто не обеспечен нормальными жилищными условиями. Показатели здоровья населения, как мы видели, улучшаются постепенно в последние годы, однако, тот провал, который мы наблюдали в начале 90-х, в начале рыночных реформ, пока еще дает себя знать, поскольку показатели ожидаемой продолжительности предстоящей жизни растут не очень быстрыми темпами. Высокие показатели образования населения России позволяют ему удерживать высокое место в рейтинге стран по индексу человеческого развития. И, наконец, субъективное благополучие российских граждан, хотя и растет стабильно год от года, что тоже говорит о растущем уровне жизни, тем не менее, по-прежнему остается ниже, чем в странах со сходным уровнем экономического развития. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова